И снова всем welcome! Это снова я, ДНЖП. Сегодня у нас замечательная погода. Как вы видите, за моей спиной находится Сакура. И это последние дни ее цветения, потому что уже сезон проходит. Я решил немного поснимать и вообще показать цветение Сакуры, как люди отдыхают в эти дни, чем занимаются и какие у них предпочтения. Но начнем с того, что, как вы видите, рядом с цветущей Сакурой здесь расположились небольшие такие палаточные городки. И они оттуда начинаются и вот так вот простираются практически вот до спортивного поля, спортивного комплекса. И здесь люди отдыхают. В основном барбекю, намиходай, кого что там, с собаками, с детьми отдыхают. Как вы видите, мы вот здесь тоже отдыхаем. Вон там наша палатка. Ну, точнее, как? Наш небольшой лагерь. Сегодня мы жарили шашлыки. Все-таки пожарить шашлыки в Японии, это того стоит. Просто потому, что в обычных магазинах или где-нибудь в ресторанах очень сложно найти шашлыки. Их приходится самому делать. И, как сказать, готовое не купишь здесь. А если даже и жарить, то, опять же, нужно оборудование. Здесь в основном все используется. Это мангалы такие под решетку. В основном и гриль. Потому что японцы предпочитают на гриле все вот эти, переворачивать такими тонкими кусочками мяса. Начинают жарить. Ну, как вы видите, вот здесь сакура цветет. Люди отдыхают. Хорошая погода. Сегодня тепло. Примерно 25 градусов тепла. Ветрище, правда, такое иногда сильное. И из-за этого, может быть, меня плохо слышно. Но, надеюсь, там не особо заглушает звук ветер. Да, это самая поздняя сакура. Вообще в Японии она отцветает обычно в середине марта где-то. В конце марта ее уже практически нет. Но поздние сорта сакуры цветут примерно до... Ну, где-то до начала, до середины апреля. И вот это одни из видов поздней сакуры. Эти деревья здесь находятся. Здесь очень много деревьев. Они вот так высажены в ряд. Там примерно, ну, метров 400-500 где-то так. В общем, прогуляться под ветками сакуры очень классно. Особенно в такую погоду теплую рекомендую. Данное место называется Фучу Локал Форест Барбекю Филд. Мы находимся. Вот оно, барбекю филд здесь. Это Томагава здесь проходит. И небольшая плотина. Здесь написано, что место для барбекю. Вот как раз мы расположились на этом месте. И спокойненько жарим. Даже в условиях пандемии. Как видно, здесь написано предосторожности, что открытого огня не должно быть только в мангале. Вот, а тут у нас такой вид открывается. Запах просто чудесный здесь. Здесь жареное мясо, жареные овощи и куча отдыхающих людей пришли посмотреть на сакуру. Но, как вы видите, с той стороны сакуры не очень много. Потому что большинство деревьев порубили уже. Тут раньше было очень много деревьев. И, возможно, из-за тайфуна, возможно, из-за других каких-то причин эти деревья спилили. И остались только с этой стороны деревья. Вот тут видно бейсбольные поля. Также здесь находится бейсбольная команда. Дети играют в бейсбол в выходные дни. Вон, видите, молодые совсем ребята. Возможно, это начальная школа. Пожалуйста, вот играют в бейсбол. Командами приезжают. Здесь два поля. Точнее, нет, здесь четыре поля бейсбольных. И постоянно, каждые выходные играют дети в бейсбол. Ну, когда хорошая погода, естественно. Когда плохая погода, здесь не очень приятно находиться. Потому что сильный холодный ветер. И сыро. Прямо замечательно. Так, чем еще занимаются японцы во время выходных и вообще вот на ханами? Ну, как вы видите, в основном это такой, скажем так, неспешный отдых. Отдых в палатке, отдых у костра. И гитара особо никто не берет. Музыка у некоторых есть в колонке, у некоторых нету. Поэтому тут как бы все на их усмотрение. Да, но в основном все проводят выходные на природе сейчас. Потому что это первые дни, когда потеплело. В прошлые выходные было очень холодно. Где-то 10 градусов и дождь холодный. Холодная погода на улице как-то не очень. А вот, когда тепло, прям самое то. Вот даже, смотрите, приезжают с собаками, с прицепом для велосипеда. Играют. Видно, что палатки дальше продолжают туда идти. Но здесь уже такое открытое поле. Благо, песок весь выдуло отсюда. И когда жаришь мясо, на него ничего не летит. А то бывало, что когда здесь после тайфуна или после какого-то урагана песок сюда весь летит, на эту сторону. И когда люди приезжают пожарить что-то, весь этот песок оказывается на мясе. А это не очень хорошо. Вот мы видим здесь еще сакура. Да, красиво. Есть такие даже столики с лавочками. Можно посидеть, отдохнуть. А тут дорога дальше продолжается. Там пешеходная дорога вдоль Тамагава. Она очень длинная. И вот один из способов, как вы можете отдохнуть на... Если вы бегун, например, если вы бегать любите, либо кататься на велосипеде, вот можете проехать вдоль Тамагавы. И там будет очень интересные виды открываться. Прям красивые. Тамагава вообще красивая река. Вдоль нее очень много вот таких барбекюшных площадок. Площадок для кемпинга, площадок для занятия спортом. А вот с той стороны, кстати, там вот строят плотину. Как я понял, там немного перегородили эту реку. И видно, что строительство идет полным ходом даже в выходные дни. А вот напротив это очень похож на какое-то предприятие, на завод. Видимо, что-то там сжигают или еще что-то. Да, но при этом я запаха не чувствую, чтобы там что-то горелым воняло. Ну, сакура красива. Это одно из моих любимых мест вообще для отдыха здесь, в Японии. Мы когда собираемся на шашлыки, то обычно всегда сюда приезжаем. Потому что здесь и вид хороший, и места много, и не надо ничего ни за что платить. Это же все абсолютно бесплатно. То есть это муниципальная земля, не частная. И поэтому все сделано для людей, все бесплатно. Даже парковка для автотранспорта бесплатна. Вон там парковка находится, там авто, мототранспорт. Это бесплатно. Вот там есть теннисные корты. Насчет теннисных кортов я не уверен. Скорее всего, это платно, так же, как и поле. Возможно, его арендуют, но я не могу ничего сказать. Я не узнавал. Туалеты, кстати, тоже бесплатно. Поэтому, если вы думаете, что в Японии надо платить за туалет, то нет. Даже в парках этих самых, ну, в крупных, в городских, в которые в сами парки вход платно, туалеты там везде бесплатные. Что радует. Вон тебе команда бейсболистов собирается уезжать. Поиграли. Все, погнали дальше. Мы сейчас уже тоже будем собираться потихоньку, так как мы здесь с утра уже все съели. Все, что можно, выпили. И теперь надо собираться домой. Ну, здесь, конечно, от станции немного далековато. Идти примерно, сколько тут, минут 30 где-то, да, пешком от станции отфучу идти. Но это вот, это того стоит. Я рекомендую. Заедьте обязательно, посмотрите. Но на Сакуру лучше приезжать сюда в конце марта смотреть. Где-то в 20-х числах. Там 22-е, там 25-е где-то. Будет самое то. Шикардос. Ну, вон они, теннисные корты отсюда видно. Теннис, кстати, не так дорого стоит, поэтому можно и в теннис поиграть. Вот, пожалуйста, еще одна полянка, отличная для пикника, для барбекю. Ну, вот и все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Из-за того, что существует вероятность блокировки YouTube, все обновления, все новые видео я буду публиковать также и там. До новых встреч, увидимся!